Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жупкаев. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов посетили в Черкесске семью учителей в трех поколениях. Лисовенко Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет. Это и значение профессии учителей для их семьи. Репортаж Альбины Ламковой. Мне пришлось вести русскоязычные группы в старшей школе. Нет, не мое это. Мое это дети начальных классов. На сегодняшний день она верна выбранной профессии. В сфере образования Зинаида Лисовенко работает 53 года. Родом она из Краснодарского края. Получила профессию учителя в нашем педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Затем в Армавирском институте – высшее. Самые яркие воспоминания она связывает с педагогической практикой в 10-й школе Черкеска. Ученики были с третьего класса. В те времена казалось ей все необычным и, конечно, новым. Зинаида Лисовенко – удивительный и разносторонний человек. Преподавание совмещает с руководством. А еще она – милая и обаятельная женщина. Заботливая мама и бабушка, говорят они дети. С мужем Иваном создали крепкую семью. Воспитали двоих детей – сына Сергея и дочь Светлану. В итоге она стала достойным продолжателем педагогического дела. За ее плечами 26 лет. Если вечером все дома, то педсовет. И все разговоры будут только о школе. Поэтому и профессия стала жизнью не только для дочери. Но и внучка выбрала эту специальность и уже преподает. Иначе не могло и быть. Две бабушки – педагоги. Работа учителя – это вечный поиск ответов на вопросы и совершенствование самого себя. Хоть и времена меняются, но их педагогическая креда – вечно. Учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей и молодых учителей, когда он любит их и свой предмет. Прежде всего, общаться с детьми дома. К сожалению, у родителей сейчас очень мало времени для общения с собственными детьми. Узнавать, что им интересно, кроме игрушек, телефонов и денег. Беседуя с педагогами в трех поколениях Лисовенко-Тихоновых, время летит незаметно. Да и гости уже на пороге. Планируемая встреча состоялась в уютной домашней атмосфере. На сегодняшний день, несмотря на трудности и профессиональные задачи, в семье Лисовенко-Тихоновых выбирают работу с детьми. Об этом они рассказали дорогим гостям. Министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову и главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову. В свою очередь Сергей Сергеевич рассказал, что и сам из педагогической династии. И бабушка работала учительницей русского языка. Мама учительницей информатики и бабушка учительницей русского языка. Потом пошел по стопам. И педагогический первый институт учитель математики и информатики. Сергей Сергеевич, это тоже династия. Да, династия тоже, да. Почему выбор у самой младшей Дарьи остановился на профессии учителя, поинтересовался и министр просвещения. Я начала посещать школу на уроках у бабушки, у мамы. Девать них куда было? Да, ну как бы маленький ребенок оставить, конечно, с прабабушкой можно было, но не всегда была такая возможность. Сергей Сергеевич, на тот момент, благодаря вашему приходу, мы решили вопрос с детскими садами. На тот момент эта проблема была. Дарья Тихонова также поделилась воспоминаниями о поездках в Международный детский центр «Артек» и желанием поработать там вожатой. Сергей Кравцов предложил ей попробовать себя в этой роли. Затем Светлана Тихонова поблагодарила за введение внеурочных занятий, разговоры о важном, которые вызывают интерес у учеников школы. Этот год, объявленный президентом годом педагога и наставника, еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. И мы в рамках этого года планируем такой форум, собрать съезд представителей педагогических династий. И мы вас с удовольствием приглашаем. Рашид Тимрезов выразил благодарность Сергею Кравцову за работу по развитию системы образования. Он отметил, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Рашид Тимрезов особо подчеркнул, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражение в решениях, принимаемых на федеральном уровне. Сергей Сергеевич всегда очень погружается и трепетно относится к тем или иным проблемам, которые во всех субъектах Российской Федерации. Я конкретно могу сказать про Карачаево-Черкесию. И поддержку министра и министерства мы всегда ощущаем. Я очень вам благодарен. Также на встрече было принято решение назначить Зинаиду Ивановну советником по вопросам образования в республике. С уверенностью, что ее опыт и знания всех проблем изнутри будут полезны. В завершении теплой беседы министр просвещения вручил ведомственные награды всем представителям педагогической династии. Светлане Тихоновой было присвоено звание почетного работника сферы образования Российской Федерации. Зинаида Лисовенко награждена нагрудным знаком за верность профессии. А Дарья Тихонова получила благодарственное письмо от Минпросвещения России. Встреча была и полезной, и приятной. И запомнится надолго на запечатленном фото. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Готовы к обновлению. В рамках реализации государственной программы развития образования в Хабецкой средней школе началась подготовка к капремонту. Фатима Даурова застала первый этап работ. Всего через два года школа отметит полувековой юбилей. Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в далеком уже 75-м году. Здание относится к типовым и за все 48 лет своего существования поддерживалось периодическими ремонтными работами. Но, тем не менее, необходимость в капитальном ремонте неизбежна. Школа нуждалась в ремонте. Почему? Потому что в первую очередь в 75-м году она была сдана. После этого капитального ремонта не проводилась. Уже разработаны дорожные карты, согласованные с Министерством образования и Дирекцией капитального строительства республики. Со дня на день определится компания-подрядчик, который займётся ремонтными работами. То, что подготовка к ремонту началась в самом разгаре учебного года, конечно, привело к некоторым трудностям с образовательным процессом. В школе обучается 740 детей, для которых пришлось найти временное пристанище. Вопрос был разрешён с помощью руководства района и отдела образования. Они размещены у нас в общежитии лицея Аула Хабес и в сельском поселении Аула Хабес, где нам товарищ Веслан Мухаммедович тоже предоставил 4 просторных светлых кабинета. Ученики и учителя относятся с пониманием ко временным трудностям. Потихоньку привыкают к новому ритму и распорядку дня. Учебный процесс налажен. А перемена места даже в некотором смысле обновила восприятие детей к обучению. Дети легко и быстро адаптировались. Занятия у нас проходят в штатном режиме. Конечно, это не то, что у себя в родной школе, конечно, когда работаешь и всё как бы в одну смену. Но, тем не менее, мы очень довольны. Программа не ограничивается только ремонтными работами. Она предусматривает комплексное развитие, обновление инфраструктуры и закупку необходимого оборудования. Всё это позволит создать комфортную образовательную среду. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии снег, местами сильный, ночью метель. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью до 12 градусов мороза, а днём минус 3-8. И на дорогах гололедится. Черкесский снег, ночью метель. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 14. Температура ночью до 9 градусов мороза, днём минус 5-7. И на дорогах гололедится. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Оказать помощь мобилизованным, которые находятся на территории СВО. Студенты факультета дизайна и лингвистики СКГ шьют терморубашки и кальсоны для военнослужащих. Инициативу студентов поддержало руководство Академии. В цеху побывала и Альбина Ламкова. С самого начала событий, происходящих в Украине, Северокавказская государственная академия не оставалась в стороне. Поэтому желание студентов по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в СВО, было поддержано с радостью. Для этого дела закупили необходимое оборудование и организовали три пошивочных цеха. В нём работают в две смены 40 студентов. Ребята наряду с преподавателями разработали модели нательного беля разных размеров. В раскроенном цехе преподаватели раскрывают детали и отдают на пошив студентам. У каждого свои обязанности. Объединяют юных мастерица одно – желание внести вклад для поддержки ребят. Мы работаем не просто для себя. Это отправится всё нашим ребятам. Они там мёрзнут. Работа для студентов даётся легко, так как побуждения благие. За день девчонки отшивают до 60 комплектов. При этом обязательно учитывают размерный ряд. Конечно же, хотелось бы выразить большое спасибо нашим студентам за ту ответственность, которую они на себя взяли за эту миссию. Каждый из них хотел внести вклад в наше общее дело. И если будет необходимость в нашей продукции, то мы эту работу не будем останавливать, а её продолжим. Добровольная практика с пользой для общего дела ещё больше сплачивает студентов, делая их сильнее и в учёбе. При этом подкрепляет дух патриотизма. Кстати, остатки ткани используют для пошива термоносков бойца. Ткань из флиса выбрали не случайно. Она сохраняет тепло. Он лёгок, мягок, приятен на ощупь, не мнётся. Ещё его волокна не впитывают в воду, поэтому флисовые изделия быстро сохнут и хорошо отводят влагу от поверхности кожи человека в окружающее пространство. Так готовая продукция принесёт только пользу. Вместе со своими изделиями для солдат я вкладываю письма, в которых мы желаем им вернуться домой живыми и невредимыми, чтобы они скорее воссоединились со своими семьями искренними. Мы благодарим их за отвагу, которую они проявляют каждый день, рискуя своими жизнями. Перед портнихами стоит задача отшить тысяча комплектов нательного белья. Альбина Ламкова, Олег Махожев, Вести Карачаева, Чекесия. Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе в станице Старожевой Зеленчукского района меняет свой облик. В спортивном учреждении ремонтируют раздевалки. Следующий этап – установка душевых, чтобы юные спортсмены занимались в более комфортных условиях и достигали лучших результатов. Совсем недавно ребята принимали участие во всероссийском турнире по вольной борьбе, который проходил в Москве. Откуда наши борцы привезли золотую и серебряную медали? Обо всём подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Новые современные раздевалки в детско-юношеской спортивной школе «Станицы Старожевой». Специальные шкафчики, которые закрываются на ключ, куда юные борцы могут сложить свою одежду. Куда ни глянь, везде порядок, новая кафельная плитка и полностью отремонтированный санузел. Помимо этого обновят и душевые. Такого ремонта здесь не было более 10 лет, отмечает мастер спорта России по вольной борьбе, тренер Старожевской спортивной школы Ахмат Хубиев. Наш ученик, Буташев Аслан Азриталиевич, ныне депутат Народного собрания парламента КЧР, посмотрев наши раздевалки, принял решение заново отремонтировать их. Спортсмены «Станицы Старожевой» достигают высоких результатов на многих всероссийских и международных соревнованиях. И совсем недавно Амит Кубанов и Ислам Болуров завоевали золотую и серебряную медали на всероссийском турнире по вольной борьбе в Москве. Это были всероссийские соревнования. Там параллельно проходили и взрослые мастерские турниры, где наши ученики выполнили разряд мастера спорта России. И параллельно проходили еще по юношам будущие олимпийские надежды, так назывался турнир, посвященный этому. Наши ученики, также детская и юношеская спортивная школы, один стал чемпионом Кубанов Амит, и второе место занял Болуров Ислам. Были серьезные соперники, но благодаря хорошей подготовке мне удалось одержать победу. И стать чемпионом признается победитель всероссийского турнира по вольной борьбе Амит Кубанов. Сфатка проходила нормально, как мне нужно было. В финал я вышел против Маликана Гурмагомедова. В финал закончился 12-го. Каждый день были труднейшие тренировки. Сейчас юные борцы усердно тренируются, готовятся к международным соревнованиям Кубок Ярыгина, который будет проходить в Красноярске. Алих Алипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова